Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами худи. Сегодня это, наверное, базовый элемент, который стал очень популярным и используется практически всеми марками. Давайте посмотрим, как его лучше нарисовать, какие есть особенности, на что нужно обратить внимание. Поскольку у нас это худи, я сейчас откорректирую наш с вами шаблон. Шаблон можно бесплатно скачать. Переходите по ссылочке, которая есть под видео, скачайте шаблон. У нас есть другие шаблоны на нашем сайте, тоже можете по ссылочке посмотреть. Мы уже нарисовали с вами много разнообразных эскизов. Это челлендж 100 эскизов. И в рамках этого челленджа я вам буду показывать, соответственно, как рисовать то или иное. Плюс ко всему, вы можете писать свои комментарии, которые я учитываю. Соответственно, вот этот комментарий мне написали и по нему есть запрос. По худи мы его сегодня нарисуем. Пишите еще, что интересно. Знаю, что был большой запрос на мужскую моду. А я над этим работаю. Мы обязательно нарисуем какие-то интересные, актуальные мужские модели. Может быть, даже в историческом контексте. Что-то типа фрака или классического пальто. Потому что те же футболки и те же базовые брюки будут очень похожи на женские. И просто возьмите мужской шаблон. Итак, берем наш с вами шаблон, открываем. И инструментом «Прямое выделение» я выделяю нижнюю часть, нажимаю кнопочку «Дел». Она удалилась. Удаляю два ненужных рукава. Вот такая штучка у нас с вами получается. Теперь двойной клик, захожу в режим «Выделение». И рядышком два манекенчика поставлю. Как я это делаю? Я нажимаю кнопочку «Shift» для того, чтобы у меня смещалось ровно по горизонтали. «Alt» чтобы копировалось. Потом отпускаю кнопку мышки, потом отпускаю кнопки клавиатуры. У меня происходит копирование. Постоянно это делаю. Во всех видео об этом рассказываю. Просто нужно привыкнуть. И вообще многие профессионалы, они как правило работают с клавиатурой. И вы даже не понимаете, что происходит, потому что они вызывают как-то инструменты. «Z» это лупа, «V» это выделение. Просто нажимают это на клавиатуре, вы не понимаете, что происходит. Я все-таки стараюсь работать таким образом, чтобы вы видели, какие я инструменты беру. Но некоторые клавиши, они у меня настолько уже автоматические, что я даже иногда забываю их озвучивать. Например, «Ctrl-Z» шаг назад. Вот у меня рука просто, она постоянно лежит на клавиатуре в этом месте. И я, если что-то меня не устраивает, я постоянно отматываю. Даже вот забывая озвучить, что я это сделала. Поэтому просто привыкайте. Я стараюсь озвучивать это, но вот иногда происходит такое забывание. Блокирую слой, на котором у меня есть мой шаблон. Создаю новый слой, на котором мы будем рисовать. Это нам обеспечивает то, что не будет смещения относительно шаблона. И убираем балансирную линию. Выбираем черный цвет. Перо толщиной в один пункт. Это такая классика. Начинаем рисовать. Соответственно, нам нужно понять, худи это, соответственно, что-то с капюшоном. Как правило, сейчас модели оверсайз увеличены. Соответственно, будет спущенное плечо. Сейчас я поправлю, там линия не совсем корректно получилась. И нужно посмотреть, ну, какой длины будет данное изделие. Сразу задумывайтесь о том, как будет обработана линия низа. Как правило, у худи это резинка кашкарсе, которым она отделана. Ну, вообще сейчас такое количество худи. Можно посмотреть, где угодно, как они выглядят. Вот, соответственно, спущенное плечо. Спущенность может быть самая разная. Вот смотрите, чем классен, соответственно, шаблон. Вот у нас есть плечо. Ну, вот куда мы? Вот оно должно закрыться данной линией, да? Я не могу сделать так, чтобы у меня этой линии здесь не было. Потому что у меня там плечо. И мне нужно, соответственно, это все подкорректировать. Подкорректировать, потому что, ну, оно там есть. И никуда от этого не уйдешь. Не могу сделать так, чтобы плечо не закрывалось. Соответственно, форма плеча у вас уже есть. Вот эту точку вы можете подкорректировать. Она может быть чуть повыше, чуть пониже. Как правило, худи прилегает к плечу. То есть там никаких подкладок, ничего нет. Вот, то есть оно таким образом будет находиться. По линии низа у нас будет отделка рибом. Соответственно, часто происходит небольшой напуск. Как видите, я его нарисовала. То есть, как бы здесь немножечко поджимается, да? И здесь идет небольшой напуск. Рукав. Рисую в духе оверсайза. То есть, чтобы он был чуть больше, чем нужно. И это сейчас будет видно сразу по объемам. Это вы все сейчас увидите. Спущенный рубашечный рукав. Половинку рисую. Можно даже его еще больше показать. То, что он будет вот так. Прям вот он большой такой. Вот такая штука. Это тоже риб. И теперь это мы нарисовали. Половинки соединяем между собой. Окно. Обработка контуров. Инструмент зеркальное отражение. Вот он он. От центра. Отражаем. Нажимаем Shift-Alt. Опускаем. Получаем. Так. Смотрим. Слили. Выбрали два объекта, которые мы сливаем. И их сливаем. Так. Теперь я хочу немножечко поправить горловинку. Есть у меня к ней некоторые вопросы. Соответственно, я ее буду править. Вот таким образом. Смотрите. Вот эта линия. У нас же вещь с капюшоном получается. Соответственно, нужно обязательно посмотреть. Она бывает сейчас достаточно широко расставлена. Вот вплоть до такого. Нужно посмотреть, что мы хотим сделать. Насколько она будет глубокая. И вот худи, вход капюшона, линия, которая будет втачиваться капюшон. Может с нахлестом идти. То есть здесь тоже это надо посмотреть, подумать. Уже по дизайну. Давайте сделаю просто прямую стыковку. Вот в эту точку она будет приходить. Соответственно, раскрывается у нас капюшон. Вот он раскрывается. Здесь у нас голова. То есть она должна встать. Возможно, будет удобнее использовать для данного эскиза шаблон с головой. Чтобы не промахнуться с капюшоном. И здесь вы должны задать, соответственно, формулу. Как правило, идет какое-то такое нависание. И вот он возвращается. То есть немножечко капюшон ложится на плечо. Вот что-то такого рода. Возможно, вот эти точки чуть-чуть поднять. Ну и тоже не чересчур. Сразу править. То, что не так, то, что так. Вот эта линия, они тоже очень индивидуальны. Вот этот вот размах. Это определяется дизайнером. Обсуждается все с конструктором. И вы смотрите. Капюшоны, как правило, две основные формы. Это одношовные и двушевные капюшоны. Естественно, надо выбрать, какой подходит именно вам. Вашу конкретную ситуацию. Так. Я сейчас солью все в едино. Хотя, наверное, не совсем это будет правильно. Сейчас просто поправим линии. Видите, вот я сейчас нажала Ctrl-Z как бы на автомате. Шаг я назад откатила. Это было сочетание клавиш Ctrl-Z. Даже не задумывалась. Просто откатила и все. Вот сейчас уже осознала. Начинаю вам об этом сообщать. О том, что... Ай-яй-яй. Я и сделала, не озвучила. Даже иногда просто рисую. И забываю обозначать. Я вообще обожаю рисовать с музыкой. Или с какими-то аудиолекциями. Я включаю их. И все, меня нету. Наушники одел. Так что используйте это время. Очень плодотворно. Можете послушать любимую музыку. Любимые подкасты. Аудиокниги. Очень хорошо слушать. Это вот такой мой лайфхак. Постоянно что-то слушаю. Когда пишу тексты, ну естественно слушать не получается. А когда рисую, прям с удовольствием. Даже когда на фирме работала, вставляла наушники в уши и слушала. Так, теперь смотрите, что у нас будет видно. У нас будет видно... То, что у нас же там спиночка есть, правильно? Вот она ее будет видно. Она будет торчать. Это самый задний слой у нас. И вот эта часть капюшона, она... Ну, то, что мы изнаночку капюшона видим, вот она тоже будет торчать. Сейчас мы ее назад уберем. Все будет хорошо. Вот, и в данном случае у меня одношовный капюшон нарисован. Соответственно, я показываю, что там тоже есть шов. Сейчас соберем, все будет видно. Возможно, немножко путано, да? Смотрится. Смотрите, делаю заливку. По основе. Это у нас Кашкарсен. Сейчас покажу, как сделать заливочку. Это у нас верхняя часть капюшона. Нижнюю часть я предпочитаю рисовать чуть-чуть другим оттенком. Она должна быть на самом заднем плане. И внутренняя часть тоже вот она там. Вот таким образом оно все будет смотреться. Можно вот эту чуть-чуть им надо пониже. Вот. Это наши с вами худи. Вот эту часть можно поправить. Мне не очень нравится, как капюшон смотрится. То есть, возможно, более мягкую линию дайте сделать. Объем капюшона, его форма определяется дизайнером. Соответственно, это нужно смотреть по задумке, что вы хотите. Мы делали разные худи и делали огромные капюшоны. Специально умышленно огромные, чтобы они прям вот большие-большие были. Делали более по голове. Что у нас еще тут бывает? Тут бывает вот такая отстрочка. Давайте, когда мы начали по базовым каким-то вещам идти, я вам их покажу. Как правило, здесь идет отстрочка. Видите, я ее рисую просто линией. Такая отстрочка – это пунктирная. Далее, что? Как правило, это люверсы. Рисуем кружочек. Ctrl-C, Ctrl-B. Уменьшаем с шифтом, с альтом и разрезаем, чтобы у нас получился с вами бублик. Не просто кружочек, а именно бублик. Все мои студенты очень хорошо знают это задание, потому что я им мучаю просто зато очень удобно и полезно пробиваем блюверсом здесь на 1 2 посмотрим наверное надо вот сюда опустить немножечко и чуть поменьше сделать и вот так у нас получилось соответственно с вами две пробивки люверса бывают что там делают не люверсы а петельку и это очень часто зависит от того какое есть оборудование по кроме у нас так было мы планировали делать петельку оказалось что нету петельной машины хорошей и для того чтобы соблюсти красоту изделия мы сделали люверсы при том еще подобрали размер люверса относительно того какая есть головка на производстве головка которая устанавливает непосредственно всю вот эту красоту поэтому нарисовать можно одно по факту получить немножко другое и это в принципе нормально ну либо уже изгаляться искать другое производство которое будет вам делать ровно то что вы хотите тут каждый сам принимает решение меня устраивал абсолютно производство устраивает как они шьют как они все делают вот нету не петельной машины значит я пошла на такой ход и мы поменяли технологию почему меняется технология вот по таким причинам иногда так беру инструмент сглаживания и все линии немножечко прикладываешь шнурки тоже с ними целая песня шнурки могут быть обычные плоские какого они там размера на конце могут завязываться узелком обматываться нитками на них могут вешаться так называемые эндинги это наконечники в общем что там с ним только не бывает мы обозначили что у нас здесь шнурок обозначили приблизительно его длину так теперь что нам нужно сделать нам сюда нужно поставить заливочку кашкарсе чтобы все понимали что там у нас это рибана кашкарсе они основное полотно из основного полотна тоже делают рисую одну линию дублирую ее по соседству убираю у нее цвет всего контуры заливки и всю эту красоту закидываю в образце не в кисти в образце так все тихо спокойно беру и закидываю меня получилось заливочка сейчас я вам покажу какая дублируем и заливаю основную заливку не контур а заливку вот она у меня получилось смотрите прекрасная полосатая на место вставлено здесь точно также дублируем обычно я со смещением это делаю и ставлю на место теперь можно здесь крутануть заливку чтобы она попадала правильный наклон кей и сюда то же самое только в другую сторону можно там высчитать градус и написать правильный градус можно как один из моих преподавателя говорил сделать это глазометрически теперь смотрите дополнительные строчки которые будут идти здесь или здесь это уже определяется индивидуально наличие кармана будет у вас карман не будет у вас кармана это уже индивидуальный дизайн определяющийся непосредственно моделью поэтому но дизайнер определяет как бы будет оно или не будет я сейчас нарисую вы можете его рисовать сможете его не рисовать я люблю кармашки точно также рисовать половинкой потом их раззеркаливать чтобы они были симметричные форма размер тоже все индивидуально у кармана должна быть от строчка должна быть значит рисуем это вот такой простой базовый эскиз который будет вам служить верой и правдой на такие пола можно наносить дизайн и принтов на такие пола можно менять форму карманов и всего остального то есть вот оно будет у вас использоваться так как вам нужно что нам теперь еще нужно вид зале я кстати смотрите не работала с тенями в принципе можно теневую какой-то момент сделать но не во всех эскизах требуется наличие теней поэтому это индивидуальный вкус автора и пожелания дублируем что у нас не будет на спинке у нас не будет вот этого у нас не будет вот этого а вот это все нужно слить в один большой красивый капюшон потом поправить форму то есть вот это вот это и вот это слить в один объект вот там появились какие-то ненужные штучки мы сейчас их поправим а эту часть тоже мы с вами немножечко поправим в общем то вот он получился у нас капюшончик эта линия должна смотреть вниз нужно просто понимать что она ну тоже будет мягкость не спадать она не будет прям четко по линии и естественно будет центральная линия шва как я вам уже говорила мы делаем одношовный комбинезон в данном случае ой не комбинезон и капюшон прошу прощения оговорилась может быть двушовный капюшон может быть вы там какие-то волшебные линии будете наимирсовать но это как правило удорожает конструкцию вот получилось наше с вами прекрасное базовое поло которое теперь можно раскрасить разными цветами и пускать в работу давайте посмотрим как нам удобнее это сделать берем наше поло копируем не поло а худи прям наше худи какие у нас самые популярные сейчас сейчас очень популярные такие пудровые цвета приглушенные хотя на этот год уже задали желтый цвет давайте сделаем весеннюю красивую цветовую гамму ей порадуемся цвет я закинула сразу заливки смотрите цвет шнурка может попадать тот в тон может быть специально контрастным например черным на всех изделиях такое иногда делают это опять же индивидуальный выбор дизайнер поэтому вы можете задать тот шнурок который вы считаете нужным вот такая штука у нас получилось теперь это все можно делать перекрасить давайте еще пару цветов сделаем сейчас у нас в моде сиреневый сделаем сиреневую гамму я обычно подбираю так цвета можно сфотографировать переснять ну в общем цвет можно подбирать по разному можно понтонами задавать по моей практике вот такой глазометрический метод когда вы просто подбираете цвет на глаз он как правило более четко работает если вам не нужно никуда это потом выводить просто показать заказчику то вот глазами она как-то лучше обычно происходит ну и желтенький давайте хочется ярких цветов каких-то сейчас я желтенький добавлю вот он мне обязательно должен быть такой прям сильно-сильно освежим вот так прекрасно как видите перекрашивать при правильно построенном эскизе одно удовольствие можно работать так как вам нравится вот такая красота у нас в итоге получилось сейчас немножечко расширю можно добавить уже технологическое описание что от вас попросит конструктор общую длину ну хотя бы вы мы должны сказать ниже бедра выше бедра на какой средний рост фигуры что это как у вас рука вы можете сказать что рукав может быть удлиненный слегка закрывать кисть может быть обычной попросит толщину резинки насколько она должна быть сильно тянутым насколько объемный капюшон он тоже смотрится на первом образце вы объясняете что вы хотите как это должно смотреться а уже конструктор с этим работает и это делать вот такое прекрасное весеннее худи у нас с вами получилось цветовая гамма тоже очень бодрая но вы можете сделать абсолютно любые цвета например базовый белый базовый черный почему бы и нет если у вас появились еще вопросы пожелания я их нетерпением жду спасибо что пишите смотрите и используйте для меня это очень ценно не просто так делиться в пустоту а делиться этим с людьми показывать и объяснять кто хочет прям мощно освоить адоп иллюстратор приходите пожалуйста на полный курс адоп иллюстратор дизайне одежды обучаю всему есть и книга есть и курс смотрю всех индивидуально проверяю домашние задания заставляю все это рисовывать делать люди уже выходят прям готовым портфолио а здесь у нас есть с вами возможность попрактиковаться порисовать эскизы посмотреть как это все происходит возможно что-то я делаю более автоматически но все равно вы видите как это все осуществляется программе адоп иллюстратор не забывайте писать свои комментарии ставить лайк если вам действительно нравится это видео и подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео на этом все до скорых встреч с вами была щековская екатерина пока пока